здравствуйте эпизод 170 все вопросы будет 8 они идут от юли это работники нашего замечательного колледжа так что съемка идет прямо посреди рабочего процесса вопросы от юли как я понимаю вы образовательный агент по его университетским программам сколько стоят ваши услуги и что они в себя включают услуги мои не стоят ничего и вообще услугами эту помощь назвать достаточно трудно что они включают да в общем то все то что даже может быть и не должны включая то есть все что должен сделать образовательный агент то что он может сделать это что вообще человеку нужно соответственно не взять за это никаких денег естественно конечно это если мне что-то будет это стоить то есть я не знаю там я не могу вам купить машину подарить бесплатно но сами ее купите почему нужно выбирать двухгодичную программу что дает эта программа я могут учиться год или полтора потом устроиться на работу и в дальнейшем получить вид на жительство ну во первых давайте не будем так сразу говорить про вид на жительство вообще не дай бог кто-то вы пожалуйста в том посольстве так не откровенничайте добрый мне вам совет двухгодичная программа никто не наставит на двухгодичной программе нужно год полтора действительности учиться просто поглядев на требования департамента иммиграции видно что те кто планирует может быть иммиграцию должен понимать что два года минимум это обязательное условие вот а поработать год полтора поучиться год полтора потом устроиться на работу в дальнейшем получить вид на жительство это очень такой сложный процесс скорее всего он у вас не получит и вопрос такой сдаете наверно просто от незнания читайте библию то есть иммиграционный сайт хотелось бы получить хорошее образование университет центрального квинсона это сильный государственный вуз в плане так официального рейтинга этот вуз находится в конце середины конце второй трети то есть это не является самым престижным университетом если честно говорить но я уже говорил о рейтингах рейтинги достаточно обманчивые так вот по иностранным студентам по проценту их трудоустройства и начальной заработной плате по всей видимости один из ведущих университетов это университет центрального квинсона так что прошу любить и жаловать под вопросом скажем так цена за качество то вряд ли вы можете рассчитывать на то же самое задавая вопрос меня заинтересовали еще два вуза не университет сильный монаш университет знаю что очень хороший университет и аккаунтинг у них не очень дорогой вот только программа полтора года если бы дкб полтора года не дает иммиграции если вы планируете может быть то по всей видимости это не лучший вариант а то что аккаунтинг не недорогой университет сидней монаш университете я очень очень даже сомневаюсь очень дорогой я рассматриваю только сидней мельбурн причем больше склоняясь к сиднею может быть какие то еще университеты посоветуете не посоветую потому что если бы они были достойны этого я бы уже советовал если я планирую остаться то маркетинге мне стоит забыть да ну да таки да вот пятое что нужно для поступления результата аэлс что еще доверенным диплом рекомендательные письма какой-то трудовой стаж подтверждение стажа что нужно я окончила не государственный вуз это имеет какое-то значение ну по порядку что от вас нужно это сканированные копии дипломов вкладышей их заверенных переводов нужно скан вашего загранпаспорта результаты аэлс если они есть и всех нет можно делать пакет визу пакетную то есть курс английского языка предваряющий основной курс университета но это для не всех специальностей ну в общем то для большинства вот а дальше уже как говорится посмотрим примут не примут вы все равно ничего не теряете так что давайте попробуем ничего подтверждать не надо никакого стажа не обязательно это не идет речь о профессиональной эмиграции то есть чтобы вы получали вид на жительство сразу это идет речь об обучении а соответственно требования достаточно мягкие что вопрос это когда поступление в университет центрального квинсенда ну каждые четыре месяца три месяца грубо говоря это март начало начало июля и начало ноября за сколько нужно начинать готовиться сколько нужно ждать получения визы я не имею ввиду аэлс к этому тесту я уже во все готовлюсь молодцы правильно готовьтесь к этому тесту может быть удастся обойтись и без курсов английского языка ну вообще вопрос спорный нужен язык предваряющий какая-то программа предваряющая или нет если у вас в действительности хороший английский естественно это не надо готовиться надо уже со вчерашнего дня то есть как вы внесли этот вопрос подготовку учебники статьи английские специальные для вот этих программ все получите видео все получите бесплатно по почте ради бога обменивайтесь информацией разговаривайте со студентами которые уже учатся и все у вас будет хорошо никто не жаловался наши студенты занимаются прекрасно олег порадовал вчера просто замечательно все предметы сдал на high distinction просто умница вот в действительности кем можно гордиться сколько мне понадобится денег на все про все вы написали цифру 32 тысячи плюс какие-то еще деньги что-то полежать на счету должны плюс проживание первое время но это достаточно спорный вопрос 32 тысячи чуть чуть больше если в сидней и мельбурне будет стоить вам два года обучения на магистратуре а вообще правило такое вы должны показать первый год проживания первый год обучения плюс прочие расходы транспортные основные расходы где-то будем ориентироваться на цифру 37 тысяч австралийских долларов проверочку можете сделать поработав на калькуляторе которые есть и у посольства и департамента иммиграции насколько я понимаю это один и тот же калькулятор и последний вопрос про валюту у нас проговаривают про вал рубля не знаем что делать с рублеными вкладами австралийский доллар стабильный ли может быть приводить деньги в него но скажем так вам делается расчет в австралийских долларов что бы не случилось с австралийским долларом эта сумма у вас останется постоянной даже если он будет расти или даже будут обваливаться как показать 37 тысяч надо столько вы покажете как надо заплатить за визу 565 долларов столько вы за нее и заплатите если идет речь о студенческой визе поэтому в этом плане он стабилен не забывайте за австралийским долларом стоят небольшое население курортное прекрасное и в общем то страна из золотого миллиарда с огромными запасами золота угля урана железных руд и еще бесконечного количества чего есть тут вот соответственно очень трудно такую страну опустить на колени пока никому не удавалось прошу прощения за большое количество вопросов я вам буду очень благодарен за помощь и я вам буду очень благодарен за эти вопросы потому что эти вопросы интересуют в общем то всех которые едут на магистратуру профессиональной бухгалтерии и вообще на обучение в австралии счастливо